Субтитры делал DimaTorzok Соскучились по мне? Владение шайбой. Ведение ее по игровой площадке. Обратите внимание, надо, чтобы шайба постоянно находилась рядом с опорной ногой. Для лучшей наглядности используем урок, который преподал известный российский настольный хоккеист Антон Гладкобородов с комментариями ведущего аналитика Алексея Титова. Смотрим! Основным элементом в настольном хоккее является владение шайбой. Попробуйте выполнить упражнение, сначала используя одну шайбу. Выполнение этого упражнения даст вам возможность прочувствовать поляну, да и всю игру в целом. Выполняйте это упражнение сначала медленно, чередуя игроков – левый нападающий, правый защитник и так далее, постепенно наращивая темп поворотов миниатюры вокруг шайбы. Следующим этапом в обучении будет непосредственное владение миниатюрой. Для этого поставьте на прорези две шайбы и попробуйте поиграть между ними миниатюрой, сначала одной, потом другой. Это упражнение позволит вам почувствовать, как себя ведет миниатюра с шайбой в разных положениях – в крайне ближнем и в крайне дальнем положении. Выполняя этот комплекс упражнений, вы почувствуете, с какой силой нужно вращать миниатюру, чтобы не потерять шайбу. Почувствуете силу трения шайбы, скорость движения самой миниатюры. Мастерски владеть шайбой во время игры – основное условие для победы в настольном хоккее. Научиться правильно дать пас от одного своего игрока другому – вот неотъемлемая часть профессионализма настольного хоккеиста, чтобы эту победу завоевать. Подробного алгоритма обучения этому процессу не существует. Начинайте с любого игрока. Передавайте пас от второго третьему, от четвертого третьему, от пятого шестому. Включайте в игру и вратаря. Тренируйтесь, фантазируйте, используйте при распасовке нескольких игроков, а иногда и саму игру, а точнее ее борта. Но всегда вашей целью будет пас именно вашему игроку. И основной задачей – не дать противнику овладеть шайбой. Но с другой стороны существует не менее качественная техника игры в настольный хоккей – техника защиты. Несколько вариантов защиты рассмотрим ниже. Ну что, пока диктор впал в спячку и, собственно, пространство позволяет, видео записано в формате 4х3, я попробую развлечь вас своими разговорами. Первое упражнение, которое вы здесь увидели, так называемые восьмерки для защитников, ну, что сказать, вполне себе хорошее упражнение, развивает, понятное дело, ощущение шайбы, руки, руки, владение защитниками – все это, как говорится, только в плюс, как и перепасовка между защитниками. Да и вообще, в принципе, любое катание, перепасовка по поляне – это так называемое владение, которое обеспечивает и ощущение шайбы, чтобы из любой точки можно было отдать хороший пас на своего игрока. Все это нужно делать, несмотря на то, что вроде бы вы и воротам-то не угрожаете. Здесь на видео «Белосиними финнами» управляет Антон Готкобородов, и делает, на мой взгляд, это очень неплохо. Вот это вот фигурное катание в его исполнении выглядит и красиво, и еще раз повторюсь, это полезно для владения, для того, чтобы вы ощущали в каждой точке площадки шайбу хорошо, чтобы вы ощущали ее отскок и силу паса – это тоже очень важно. Вот сейчас как раз Антон показывает, насколько это важно, чтобы шайба после вашей передачи не ушла в противоположный борт, и в то же время дошла до своего игрока. Ну и далее, та самая обработка шайбы левым нападающим в углу площадки. Многие спрашивают, зачем она вообще нужна, для чего вы все это делаете. Я отвечу так. Во-первых, она нужна для того, чтобы почувствовать шайбу. Во-вторых, пока идет эта обработка, вы смотрите за действиями соперника в обороне, как расположен вратарь, как расположен защитник. Ну и в-третьих, она нужна для того, чтобы сделать заезд за шайбу и положить ее на пролезь, чтобы из этого положения уже можно было начинать удобное выполнение вашего элемента, который вы выбрали для своей атаки. Вот Антон показывает более амплитудный вариант обработки, но всегда в начале атаки шайба должна оказаться на дорожке и обязательно прижатой к киесту между клюшкой и опорной ногой. Постараюсь недолго задерживать вас у компьютера, поэтому сразу по окончанию урока переходите к практическому занятию на игровой площадке. Введение шайбы аккуратно возле опорной ноги, вдоль прорези. Чтобы не потерять ее. Все эти упражнения полезны будут даже тем, кто давно занимается, потому что в первую очередь мы, конечно, с вами учились забивать голы, одерживать первые победы над такими же новичками, как вы. Сейчас у вас есть время более детально это все повторить. Тем более, что под рукой у вас может не оказаться подходящего соперника. Вот я, например, кого я сейчас могу взять? Ну вот, например. О, подходящий соперник. Мишка, сыграем? Так она уже уходит. Мишка, сыграем?